Тяжесть последствий дорожных аварий на МКАДе всегда разная, но обстоятельства произошедшего одни и те же. Кто-то из участников ДТП либо ехал слишком быстро, либо отвлекся на что-то, либо неправильно перестраивался. Ужесточение наказания за серьезные нарушения правил дорожного движения не напугало водителей, констатирует Сергей Федоров, командир 2-го батальона. Выезд на полосустречного у нас, как вы правильно сказали, невозможен по МКАДу, но на развязках допускают такого рода нарушения. Таким образом, водители все-таки считают, что и скорость, и нарушения, связанные с перестроением, это те нарушения, из которых они могут выйти достойно, то есть не попадая. Когда с ними начинаешь беседовать, каким образом, то водитель все равно считает себя правым, что вроде он все меры принял, однако ситуация складывается таким образом, что несколько транспортных средств получают повреждения из-за его неправильных или неграмотных действий. На ситуацию с аварийностью влияет еще и уровень подготовки водителей. Начинающие автолюбители, говорят сотрудники ГИБДД, зачастую и ездить не умеют, и правил не знают. Уровень, конечно, водителей стал крайне низкий. Водители приходится им объяснять те правила, которые они нарушили. Не всегда они понимают этого, но отсюда рождается определенное количество жалоб. Водительский стаж – не показатель уровня водительского мастерства. Чаще всего крупные аварии происходят по вине тех, кто за рулем более 15 лет или менее трех. Задачу по обеспечению детской безопасности сотрудники 2-го батальона решают на твердое хорошо. В этом году было всего два происшествия с участием детей. В прошлом году их было три. Снизилась и тяжесть последствий ДТП для детского здоровья. Родители вняли просьбам и советам. Действительно стали чаще пользоваться. Но допускаются нарушения. Выявлено более 70 нарушителей правил дорожного движения в этой области по данному пункту за перевозку людей. Вот только за период проведения этого рейда 10 дней. Сейчас внимание инспектора 2-го батальона снова обращено на детские перевозки. В рамках операции «Здравствуй, Лето!» на их территории обслуживания проходит рейд «Ваш пассажир – ребенок». Цель профилактического мероприятия – выявить тех водителей, которые нарушают правила перевозки детей. По правилам дорожного движения дети до 12 лет должны находиться в автомобиле только в специальном удерживающем устройстве, установленном на заднем сиденье. Хотя младенцев можно перевозить и на переднем сиденье, но только в автомобиле с отключаемой подушкой безопасности. Все-таки безопаснее перевозить на заднем сиденье, поскольку дети – это самое дорогое, что есть у каждого из нас. Поэтому все-таки максимальное возможное обеспечение безопасности надо использовать каждым водителям. Поэтому тут должен каждый принимать решения определенного рода. И все-таки я советую перевозить на заднем сиденье с теми сиденьями, которые сертифицированы. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».